Доброе утро! Это мой третий визит в Москву. Я рад приехать сюда, чтобы поговорить об Арбидоле, которому будет посвящен мой сегодняшний доклад. Вкратце я представлю историю Арбидола как препарата для лечения гриппа. Также я расскажу о потенциале применения Арбидола как противовирусного препарата широкого спектра действия. И я приведу 4 примера того, как Арбидол подавляет разные вирусы, включая вирус гепатита B, вирус гепатита C, а также приведу последние данные по его активности против вируса Чикуголь. Кроме того, я представлю некоторые неопубликованные данные моей лаборатории по действию Арбидола в отношении вируса Зика. В конце своего выступления я покажу несколько слайдов с обсуждением возможных механизмов, благодаря которым Арбидол может ингибировать множество вирусов. И мы обсудим механизмы действия Арбидола как препарата, нацеленного на вирус, и как препарата, нацеленного на всю клетку. Но вначале я хотел бы поблагодарить несколько людей, в частности моего давнего партнера здесь, в Москве, Ирину Леневу, вместе с которой я работал по Арбидолу почти 10 лет. И я не был бы сегодня здесь, если бы не Маргарита Алексеева, которая организовала мой приезд сюда. Кроме того, есть люди в моей лаборатории и другие партнеры в США и во Франции. Например, я работал с группой Ив Пошье более 10 лет. Итак, этот слайд отражает глобальную ситуацию с вирусными инфекциями, начиная от вируса полиомиелита до вируса ЗИКа. Против некоторых из этих вирусов, как известно, существуют вакцины, например, против вирусов полиомиелита и гепатита В. Однако часто, практически ежегодно, появляются вспышки полиомиелит. Существует медикаментозная терапия некоторых из этих заболеваний, например, гриппа и гепатита В. Однако устойчивость вирусов к противовирусным препаратам является распространенной проблемой. Эти вирусы поражают миллионы людей по всему миру. И, например, в 2014 году вспышка вируса Эбола убила более 11 тысяч человек. И несмотря на то, что в России холоднее, чем в других странах, климат которых способствует распространению этих вирусных инфекций, Важно помнить, что если вы путешествуете в страны с теплым климатом, то появляется риск заражения вирусом Зика или вирусом Чакугу. Этот слайд показывает историю орбидола как противовирусного препарата. Здесь полное химическое наименование этого препарата. Как всем вам наверняка известно, он является препаратом безрецептурного отпуска и долгое время применяется в лечении гриппа. Он очень популярен в Китае. На этом слайде показан более конкретный пример применения препарата. Недавние публикации Ирины Ленёвой и её коллег. Здесь отражён период сезона гриппа 2010-2011 годов. Они сравнили противовирусную эффективность у мифеновира, или орбидола, и сиасальтемивира, также известного как темифлю. И вы можете видеть, что орбидол подавляет репликацию всех клинических штаммов вирусов гриппа по всей России в степени сходной с темифлю. А справа показаны данные о выживаемости мышей по модели заражения вирусом гриппа инвипа. И как вы можете видеть, орбидол при введении в дозе 20 мг на килограмм массы тела или от 30 до 60 мг на килограмм массы тела в день защищал мышей от летального заражения вирусом гриппа. Здесь данные по клеточным культурам и животным, которые подтверждают эффективность орбидола против вируса гриппа. В том же исследовании команда исследователей сравнивала эффективность орбидола инвива на людях в сравнении со сальтемивиром, темифлю. И вы можете видеть, что продолжительность госпитализации, общая продолжительность болезни и лихорадки были значительно сокращены при применении орбидола и асильтемивира. По сравнению с людьми, которые не получали никакого противовирусного лечения. Так, например, люди, которые были госпитализированы с вирусом гриппом и не получали лечение, находились в среднем в больнице 11 дней. А с мятигаментозной терапией продолжительность госпитализации сократилась на 3 дня. И вы можете заметить сходный эффект относительно продолжительности заболевания и продолжительности лихорадки. Здесь я представляю некоторые исследования моей лаборатории и некоторых других лабораторий мира, исследовавших, подавляет ли орбидол другие вирусы. Это таблица из последнего обзора, который мы опубликовали, показывающая сравнительные данные по разным вирусам. Вот стандартный вирус гриппа. Но вы можете видеть, что орбидол подавляет как инвитро, так и в животных моделей репликацию различных вирусов, респираторно-синтециального вируса, вируса полиомиелита, некоторых вирусов ОРВИ, например, риновируса и вируса Касаки-Ханта-вируса, а также подавляет вирус Чикугуния, вирус гепатита В и гепатита С. Ссылки на исследования приведены здесь. А сейчас я хочу показать вам несколько конкретных примеров противовирусной эффективности орбидола против различных вирусов. Итак, возьмем гепатит С, широко распространенное вирусное заболевание, которым, по некоторым оценкам, заражены более 200 миллионов людей в мире. У вируса есть шесть различных генотипов, которые различаются в зависимости от географического расположения. Итак, десять лет назад. Этот слайд должен вам показать, что орбидол подавляет вирус гепатита С, и оказалось, что максимальная эффективность достигается при профилактической терапии клеток препаратом до момента заражения. Таким образом, раннее начало терапии обеспечивает максимальную защиту орбидолов от гепатита С. Есть много ссылок, мы опубликовали порядка пяти-шести работ по этой теме, но ради экономии времени я сразу перейду к выводу. Итак, орбидол замедляет проникновение вируса путем клатринзависимого эндоцитоза. Также орбидол блокирует слияние вирусной и эндосомальной мембраны. Таким образом, он действует на раннем этапе жизненного цикла вируса гепатита С, то есть препятствует проникновению вируса внутрь и началу репликации. Гепатит B относится к роду ортогепатновирусов, имеет глобальное распространение, более 300 миллионов хронических больных носителей. Он вызывает заболевания печени, включая фиброз, цирроз и рак печени. Поскольку это хроническая вирусная инфекция, в настоящее время, по сути, нет специфического лечения. Ведикаментозная терапия направлена на повышение качества жизни больных с гепатитом B. Этот слайд показывает выводы группы исследователей из Китая, которые разделили молекулу орбидола. Они взяли родительскую молекулу и использовали химический хинтез для ее изменения. Затем они исследовали действия производных орбидола против вируса гепатита B. Если вы посмотрите на репликацию ДНК и измерите индекс селективности, который показывает, насколько хорошо орбидола ангибирует вирус, то вы увидите, что у производных орбидола индекс селективности выше. Например, вот эта молекула 11T. Индекс селективности у нее заметно выше. Это значит, что орбидол может подавлять вирус гепатита B. И на самом деле молекулу можно улучшить, что сделает более эффективную терапию против гепатита B. Что касается вируса лихорадки Эбола, то, как я отметил ранее, в последнюю вспышку этот вирус убил более 11 тысяч человек в Западной Африке. Это смертельная вирусная инфекция, на фоне которой теряются даже ВИЧ и гепатит С. Средний показатель смертности от вируса Эбола составляет 50%. В предыдущие вспышки летальность варьировала от 25 до 90%. Мало что можно сделать с вирусом Эбола после заражения. И проблема становится еще более значительной, поскольку последние данные свидетельствуют, что вирус может сохраняться в определенных убежищах. Так, например, вирус обнаружен в сперме мужчин, перемешивших их лихорадку Эбола. Также вирус обнаруживается в глазах людей и животных, перемешивших клиническое или экспериментально индуцированное заражение этим вирусом. Это очень большая проблема. Ранее в этом году мы показали, что по крайней мере ин витро в клеточных культурах орбидол может блокировать вирус Эбола. И здесь вы можете видеть, какова полумаксимально эффективная концентрация орбидола против вируса Эбола и других вирусов, и увидеть высокий индекс его селективности. Мы также продемонстрировали, что орбидол может блокировать один из вирусов Герпеса, восьмого типа. Это вирус, вызывающий саркому Капоши, заболевание, которому подвержены ВИЧ-положительные пациенты. Активность орбидола в отношении этого вируса Герпеса достаточно высока. Мы также обнаружили, что орбидол может подавлять вирус геморрагической лихорадки, вирус Токорибе. Также важно, что в исследовании мы подтвердили обнаруженную ранее эффективность орбидола в отношении вируса Гепатита В и полиовируса. И мне кажется, важно помнить, что многие лаборатории показали противовирусную эффективность орбидола в отношении вирусов Гепатита В и полиомиелит. Мы исследовали, на какой фазе жизненного цикла орбидол подавляет вирус Эбола. В этом эксперименте мы фактически проводили терапию клеток орбидолом в 4 разные момента. За 24 часа до инфицирования, одновременно с заражением, через час после заражения и через 24 часа после заражения. И здесь вы можете видеть шкалу, на которой показано количество вируса, продуцируемого вирусом Эбола с разным лечением. Так же, как и в случае с гепатитом С, вы можете видеть, что предварительная терапия орбидолом оказывает наибольшую противовирусную защиту от вируса Эбола. По мере откладывания времени введения орбидола в клетки, орбидол становится менее эффективным. И когда вы даете его через 24 часа после заражения, его эффект значительно ниже. Нам по-прежнему нужно отметить конкретную фазу жизненного цикла вируса, на которой действует орбидол. Эти данные предполагают, что орбидол ингибирует самые ранние стадии заражения вирусом Эбола. Вирус чикугуни распространяется последние несколько лет. Это арбовирус, и это означает, что вирус переносится москитами. Он был описан в Восточной Африке в начале 1950-х годов. Интересно, что чикугуния на языке Маконда означает то, что сгибается, что напоминает об искаженных позах пациентов с этим заболеванием, страдающих от сильной боли в суставах. Итак, вирус чикугуния появился в Восточной Африке. Однако в последние годы он уже встречается по всему миру, дошел даже до Европы. И, насколько я знаю, даже встречается в некоторых скандинавских странах. Вероятно, это связано с путешествием людей из холодного в теплый климат, когда они, возвращаясь, приводят с собой вирус. Здесь представлены результаты некоторых последних исследований арбидола, в них также речь идет об измененной молекуле. Не буду вдаваться в детали, по сути, вы можете подавить вирус чикугуни с помощью арбидола, и вы можете также изменить молекулу, чтобы она работала еще лучше. Эти данные были основаны на способности арбидола ингибировать действия вируса. Иначе говоря, когда вирус заражает клетки, он их убивает, а мы затем измеряем, насколько хорошо арбидол защищает от этого. В исходном с гепатитом С в отношении вируса Эбола также была серия экспериментов, и вы можете видеть, что введение арбидола за 24 часа до заражения обеспечивает максимальную эффективность. Чем дольше после заражения вы ждете, чтобы дать препарат, тем сильнее снижается противовирусная защита. Это третий вирус, репликация которого подавляется на ранней стадии лечения арбидол. И, наконец, вирус Зика. Обычно симптомы заражения им слабо выражены. Лихорадка, сыпь, боль в суставах. Могут быть проявления конвективита, покраснение глаз. Симптомы умеренные длятся от нескольких дней до недели. Однако, возможно, вы слышали о том, что происходит в Бразилии. Проблема в том, что инфекция связана с неврологическими осложнениями, включая микроцефалию новорожденных, синдром гиена Барре у взрослых. Это арбовирус, передается с укусом москитов. И, как и вирус Чикугуни, вирус Зика движется, распространяется. Вспышка в Бразилии теперь распространилась на Центральную и Северную Америку. И, как вы можете видеть, этот вирус с глобальным распространением – очень горячая тема сейчас. Я хочу поделиться с вами данными моей лаборатории, и на самом деле я сам проводил эти эксперименты. Это блок, показывающий вирус Зика-НС5, экспрессию гликопротеина вирусной оболочки в клетках, инфицированных различными глобальными штаммами вируса Зика. Мы заражали клетки некоторыми азиатскими типами, вирусами африканского происхождения. У нас также были вирусные штаммы Пуэрто-Рико, Панамы, Мексики. И, что особенно важно, у нас был штамм бразильского вируса с текущей вспышкой лихорадки Зика. И, как вы можете видеть, с увеличением дозы орбидола происходит подавление протеина НС5 вируса Зика или гликопротеина вирусной оболочки. Также вы видите, что для всех штаммов, включая бразильский, НС5 постепенно снижается с увеличением дозы орбидола. Мы проводили дальнейшее исследование клеток, инфицированных вирусом Зика. Как я говорил ранее, вирус Зика убивает клетки. Вот как клетки выглядят в норме, и после того, как вы заражаете клетки вируса. Вы видите меньше клеток, здесь они и более круглые. Таким образом, вирус Зика вызывает гибель клеток. После терапии орбидолом вы можете видеть клетки, их больше, они выглядят более сходными с неинфицированными клетками. Таким образом, эти данные демонстрируют, что орбидол защищает клетки от гибели, вызываемой вирусом Зика. Важная информация, которую со мной поделила Селина Ленева. Орбидол безопасен при применении у беременных женщин. Поскольку, как я говорил, вирус Зика провоцирует фетальные аномалии, это крайне важно, когда вы применяете препарат для лечения беременных женщин, что препарат не токсичен ни для матери, ни для плода. Это результаты исследований 2009-2010 годов, сезона гриппа в России. Они исследовали постнатальное развитие 443 женщин и их детей, многие из которых принимали орбидол в целях профилактики гриппа. Важно, что не было зарегистрировано случаи мальформации, аномалий развития плода или новорожденных, связанных с орбидолом. Не было тератогенного эффекта. Наблюдение за детьми в первые годы жизни во всех случаях показало нормальное развитие. Эти данные требуют подтверждения в других странах, но они показывают, что орбидол безопасен для применения беременными женщинами. И, таким образом, возможно, орбидол применим в терапии вируса Зика. И последняя тема, которую мне хотелось бы затронуть специально для поклонников вирусологии. Это вопрос, каким образом этот препарат подавляет такое количество разных вирусов. Обычно, как вирусологи, мы думаем о препаратах, нацеленных на вирус, либо о препаратах, нацеленных на клетку. Возникает вопрос, нацелен ли орбидол на вирус. Есть данные в поддержку этого предположения. Это данные исследований Ирины и группы Аллена Хейза из Великобритании, в котором они направлено в лабораторию отбирали мутации, устойчивые к орбидолу. На этом рисунке вирусный протеин гемаглютинин и расположение некоторых мутаций. Данные предполагают, что устойчивые мутации позволяют орбидолу преодолеть активность H-протеина. Другими словами, орбидол стабилизирует протеин гемаглютинина и предотвращает ранние стадии слияния вируса на этапе его проникновения в клетку. Возьмем недавний пример с вирусом чокугунья, в котором также выбирали устойчивый к орбидолу вирус. Он показывает, что если вы увеличиваете дозу орбидола, вы можете убить вирус дикого типа. Но если вы намеренно проводите селекцию вирусов по устойчивости, то можете увидеть, что вирус очень устойчив. У исследователей ушло много времени на создание устойчивого вируса, более 17 попыток и более 4 месяцев. И когда они секвенировали вирус, то обнаружили единственную мутацию гликопротеина оболочки. Это протеин, который способствует взаимодействию с рецептором на поверхности клеток и проникновению вируса. Таким образом, эти данные предполагают, что орбидол таргетирован на вирус. И в этом примере, если вы уберете селекцию, эта мутация пропадет. Это очень нестабильная мутация. Другой вопрос. Нацелен ли орбидол на клетку? И вот недавняя публикация, которая вышла в этом году. В ней сравнивали способность обычного орбидола и его протонированной формы взаимодействовать с клеточной мембраной. Коротко говоря, исследователи обнаружили отличие в том, каким образом разные молекулы орбидола взаимодействуют с клеточной мембраной и отдельными липидами. Таким образом, эта информация предполагает, что орбидол действует именно на клетках. В заключении скажут, что по примеру, что орбидол и протонированная форма взаимодействуют с клеточной мембраной и как они взаимодействуют с клеточной мембраной. Таким образом, эти данные предполагают, что орбидол таргетирует клеточной мембраной. В заключении, есть иные иные вирусы, которые продолжают идти и идти. В заключении скажу, что по-прежнему есть множество вирусов, и они будут появляться и исчезать, заражать людей, убивать людей и вызывать проблемы. И нам нужны противовирусные препараты. Нам нужны существующие новые противовирусные препараты, чтобы подавлять известные новые вирусы. И если вы думаете о противовирусных препаратах широкого спектра действий, особенно о тех, которые уже нашли клиническое применение, такие как орбидол, то это может открыть нам новый и быстрый путь к лечению новых и существующих вирусов. И мне кажется, я сегодня наглядно продемонстрировал вам, что орбидол ингибирует заражение клеток многими вирусами ин витро, а также показывает эффективность ин вива. И для трех очень разных вирусов, вируса гепатита С, вируса Эбола и вируса Чихугуни, орбидол блокирует очень ранние стадии жизненного цикла. Но нам все еще предстоит узнать точные механизмы действия препарата. Поэтому, по моему мнению, нам предстоит провести еще множество исследований по орбидолу. Поэтому, по моему мнению, нам нужно поддержать поддержку. Поэтому, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.